ЭТОРА анонсировал официальный запуск своей новой платформы. CFTC опубликовала данные о взысканиях, а FXCM следует погасить свои долги. Подробнее в нашем выпуске новостей из индустрии Форекса. Здравствуйте! Поставщик решений для социального трейдинга ЭТОРА анонсировал официальный запуск своей новой платформы. Компания сообщила о том, что платформа Нью ЭТОРА, которая представляет собой абсолютно новое решение, разработанное с нуля, заменит платформы OpenBook и WebTrader. Суть нового программного решения заключается в том, чтобы обеспечить пользователям максимальный комфорт на всех устройствах. Нью ЭТОРА включает в себя такие функции, как настраиваемый список отслеживания, новые инструменты управления портфелем и нечто уникальное для торговых платформ, возможность открывать сделку с любого экрана. ЭТОРА также интегрировал и расширил линейку инструментов для управления рисками и инструменты графического анализа, добавил новостную ленту и ряд других функций. ЭТОРА запустил платформу в августе в тестовом режиме и, получив комментарии и отзывы клиентов, внес необходимые изменения. Компания также сообщает о прекращении поддержки WebTrader и OpenBook. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США CFTC опубликовала данные о взысканиях за 2015 финансовый год, согласно которым общая сумма гражданско-правовых денежных штрафов за отчетный период составила 3 миллиарда 140 миллионов долларов. Несмотря на жестокую систему регулирования в США, особенно в свете применения закона Додда-Франко, вряд ли кто-то может поспорить с наличием многочисленных преференций для участников рынка и трейдеров, которые дает надзорный орган CFTC. В 2015 финансовом году было назначено 69 принудительных мер в отношении случаев манипуляции, спуфинга, сетевых атаки и мошенничества на основе новых полномочий, предоставленных Конгрессом США в рамках закона Додда-Франко. CFTC наложила максимальный за всю историю своего существования денежный штраф – 800 миллионов долларов в рамках дела о манипуляции ставкой LIBOR банком Deutsche Bank. Lucadia National, материнская компания инвестиционного банка Jefferies, опубликовала свои результаты за третий квартал, согласно которым убыток составил 129 миллионов долларов или 35 центов на акцию. Основной причиной потерь послужила переоценка стоимости инвестиций в спасение форекс-брокера FXM. В январе инвестиционная компания Lucadia National предоставила срочный кредит брокеру FXM, оказавшемуся в крайне затруднительном положении после отмены швейцарским национальным банком привязки франка к курсу евро. Поскольку суда была выдана с правами владения на компанию, Lucadia National вынуждена делать корректировки ожидаемой стоимости инвестиции. Так, в результате повторной корректировки ожидаемая прибыль от сделки с FXM в этом году составила 461 миллион долларов. Согласно недавним сообщениям, брокер планирует погасить задолженность перед Люкэдди до конца первого квартала следующего года. На этом наш выпуск подходит к концу. Желаю вам активной рабочей недели. Увидимся завтра на Dukascope TV.